ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Суд удалился для вынесения приговора и по закону он может готовить приговор от 10 минут, а может и 10 часов, до 10 дней. На суде я привел пример о том, как в Америке провели опыт. И с описания этого опыта началось мое последнее слово в суде сегодня. Опыт был следующий. В одну клетку посадили 5 обезьян и перестали их кормить. Затем к ним подключили электрический ток с помощью электродов и подвесили банан. Когда одна из обезьян полезла за бананом, всем пятерым ударили током. После этого, когда эта обезьяна решила полезть за бананом второй раз, она от оставшихся четверых обезьян получила конкретных пи***ей. И за бананом уже не лазила. Затем одну обезьяну заменили. И вот эта обезьяна, которая не знает, что такое электрический ток, естественно, лезет за бананом. Действия остальных четверых. Естественно, они ей дают пи***ей. И та уже сидит на месте. Банан есть нельзя, иначе получишь пи***ей. Затем меняют еще одну обезьяну. Она, естественно, лезет за бананом. Но получают пи***ей уже не от трех обезьян, которые знают, что такое электрический ток, а от четверых. Четвертая дает пи***ей за компанию. В итоге, заменяя всех обезьян, мы приходим к очень интересной ситуации. В клетке сидят обезьяны. Они хотят жрать. Ни одна из них не может съесть этот банан, потому что боится, что остальные дадут пи***ей. А те и не понимают уже, за что и пи***ей-то дают. Это очень напоминает фабрику звезд. И если раньше андеграунд говорил, не бойтесь обезьяны, ешьте бананы, током вас не стукнет. Я пошел дальше. Я сказал, что вы не обезьяны, вы люди. И как говорил Амар Хайям, великий поэт, человек как зеркало, он многолик, он ничтожен и в то же время велик. Мое последнее слово, которое я практически дословно повторил сейчас вам, произвело такой эффект на адвоката Дробыша, что он посмотрел, улыбнулся и заявил следующее. А я думал, что Сергей Павлович сейчас что-нибудь споет. Виктор Яковлевич, Дробыш приезжает к зданию суда на серебряном Мерседесе. А я подъезжаю вот на таком кач-мобиле КАЧ. Мне талант дал Господь Бог. Бог дал, Бог взял. Посредников между тобой и Богом в виде всевозможных продюсеров быть не должно. Но я сказал правду, и я не мог молчать. Ребята, задумайтесь. Если вы талантливы, посредники вам не нужны. Не нужны, ну никак они не нужны. Записал, жмешь в МП-3, сливай в ННР. А там-то найдется контингент. И утром тебя за***ут звонки. Плейбой, Ньюсвик, Коммерсант, Огоньки. Вчера-то был бот, а сегодня звезда. Вот что такое сила хита. Позавчера на заседании суда мой адвокат попросила оправдать меня. И когда она сказала, Ваша честь, я считаю, что моего подзащитного нужно оправдать, Дробыш сказал следующее. И наградить. Его слова оказались пророческими. Когда я пришел домой, мне позвонили с канала MTV и сообщили о том, что Кач номинирован на RMA Music Awards 2008 года, который пройдет в ноябре в Лужниках как лучший интернет-проект. 150 лет в России не судили ни одного поэта за стихи. И вот спустя 150 лет мне впервые выпала такая честь быть, скорее всего, осужденным. Потому что я в понедельник не жду от нашей судебной системы чего-то сверхоригинального. Но, с другой стороны, ни виновным, ни раскаивавшимся, я себя не признаю. Ничего бояться не нужно. Нельзя. И запомните, ребята, можно проиграть в сражение, но мы не проиграем в войну. Никогда такого не будет. От всей этой шушеры я отличаюсь. Пиши. Москва. Кремль. Государю. У войны не женское лицо, но легкое женское поступь, беспечное и сокрушительное. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok